Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите информационную программу «Семь минут» в студии Лена Урминкова. И сегодня у меня в гостях председатель Совета молодых педагогов Мария Викулова. Здравствуй, Маша! Здравствуй, Эля! Наши телезрители пока еще не догадываются, что речь пойдет о самом обсуждаемом событии лета в Молодежном форуме «Селигер-2013», где организовывают новую профильную смену для педагогов. И, соответственно, наши рязанские учителя тоже смогут принять там участие. Да, конечно. В этом году впервые на Всероссийском молодежном форуме «Селигер» пройдет смена «Учитель будущего». Она пройдет в рамках второго заезда. В этом году второй заезд – это особенный заезд. Если раньше у нас вся вот система «Селигер» строилась по направлениям, и различные направления были в трех заездах, то в этом году это немножко другая система будет. Второй заезд, он будет называться «Деловой форум». То есть данный заезд организован для людей, которые уже имеют определенный опыт, неоднократно бывали на «Селигере», могут поделиться друг с другом различными какими-то своими наработками, опытом в той или иной сфере. И, конечно же, так как форум «Деловой», «Деловой заезд», будут представлены еще смены предпринимателей на это мероприятие, которые также будут делиться своим опытом и, возможно, будут предлагать реализацию проектов тех или иных смен, что, я думаю, для молодых педагогов тоже очень замечательно. То есть подбирается у вас такая хорошая компания там? Да, да. Будет очень интересная смена, я думаю, хотя многие молодые рязанские педагоги, конечно, поедут на форум «Селигер» впервые. Активисты Совета молодых педагогов уже дважды бывали на форуме «Селигер», но в таком небольшом составе. Это в 2010 году на смене лидерства мы впервые представляли нашу организацию, и я считаю, достаточно положительно мы сняли социальную рекламу. По, в общем-то, такой проблеме, как поднятие престижа педагогической профессии, она вошла в пятерку лучших на «Селигере» в 2010 году. И буквально в прошлом году мы были тоже на «Селигере», уже на смене технологии добра, опять занимались проектной деятельностью. Мы вошли, в общем-то, в список тех участников, кто стал победителем грантового конкурса, который организовывал всероссийские национальные перспективы. И уже реализовали этот проект в нашем регионе. Какую образовательную программу вам обещают сейчас? Уже есть основные направления, есть основная миссия нашей смены. Конечно, это в первую очередь привлечение молодежных лидеров в сфере образования и в сфере молодежной политики, выявление их, создание условий для дальнейшего их развития и формирование единого сообщества молодых педагогов по всей территории страны, которое будет работать непосредственно на улучшение всей системы образования в Российской Федерации. А также обещают не больше 20% лекций, в основном мастер-классы и педагогические дебаты. Вот скажи, у наших рязанских учителей есть опыт в этом? Знаешь, я хочу сказать, что у наших рязанских учителей очень большой опыт. Все те мероприятия, по крайней мере, которые организовывал Совет молодых педагогов Рязанской области, всегда проходили с дискуссионными площадками, с дебатами. Их было огромное количество разных форматов, в разных вариациях и на различные темы. Темы не только касались сферы образования, но вообще нашей жизни, политики и так далее, и тому подобное. На Селигер также приезжает огромное количество ВИП-гостей. Возможно, уже известно, кто приедет именно к вам. Я думаю, что, конечно, в первую очередь это министр образования Российской Федерации. Я думаю, что мы наконец-то с ним пообщаемся, потому что так складывалось, что не получалось наше общение в рамках форума Селигер. Он приезжал всегда на другую смену, на которую мы не попадали. Я думаю, что это будут различные всероссийские тренеры. Это будут, конечно же, заслуженные педагоги. Это будут, в общем-то, я думаю, что различные ВИП-персоны из разных сфер. Но, конечно, в первую очередь, наверное, это какая-то общественная жизнедеятельность и так далее, тому подобное. Понятно, что Селигер – это масса возможностей, это безумно интересное мероприятие. Но все-таки совет молодых педагогов. С какой целью поедет туда? Сплотиться, придумать какой-то проект, воплотить его в жизнь позже в Рязанской области? Я думаю, что в первую очередь, конечно же, мы будем представлять наш опыт, опыт нашей организации. В этом году нам уже исполнилось 4 года, буквально на прошлой неделе. Хотя мы его уже представляли на Селигере, но я думаю, что сейчас, когда команда будет не 3-5 человек, а команда будет из 20 молодых педагогов нашего региона, то, конечно же, нам будет проще представить опыт деятельности Совета. Во-вторых, я думаю, что и уверена в этом, что мы являемся лидерами именно в молодежном педагогическом движении. И я, как руководитель, буду ставить задачу объединения всех молодых педагогов Российской Федерации для создания вот этого единого молодежного педагогического пространства, что, в общем-то, мы уже начали делать, но в рамках форума Селигер, естественно, это будет проще сделать, когда уже будет сконцентрирована вся педагогическая молодежь страны. Но и проекты, проекты лично каждого педагога, я думаю, что будет очень интересно представить. Это будет новый опыт для многих наших рязанских учителей. Я думаю, что, естественно, мы будем претендовать на грантовую поддержку и в дальнейшем ее реализацию в нашем регионе. Но и я думаю, что, возможно, проект непосредственно от организации какой-то. Один общий, глобальный, большой тоже будет представлен. Ты также являешься координатором данной смены в Рязанской области. Скажи, люди уже начали регистрироваться, заполнять анкеты, чтобы поехать на Селигер? Да, сейчас страница на сайте форума Селигер, вот непосредственно наша смена «Учитель будущего», она только включается в работу непосредственно. Я думаю, что официальная регистрация начнется буквально чуть-чуть позже, через неделю-две. Но наши молодые учителя уже активизировались. Каждый день мне либо пишут, либо звонят, проявляют свое желание поехать на эту смену. Но, естественно, как и каждый год будет проходить определенный конкурс, молодые педагоги должны будут представить проекты, и уже по итогам будет проходить отбор в рамках уже непосредственно Всероссийского форума Селигер. Какая квота на Рязанскую область? Квота, как я уже сказала, у нас одна из самых больших вообще по всей стране. Это 20 человек, это очень достойное количество. Буквально, я думаю, что только там у Москвы и Санкт-Петербурга есть такое же количество, как и у нас. Но, опять же, это связано с тем, что мы уже представляли наш опыт деятельности нашего педагогического сообщества. И многие идеи, опять же, может быть, я здесь немножечко так похвастаюсь, но многие идеи для этой смены были предложены непосредственно Советы молодых педагогов. Всероссийский форум Селигер все-таки будет летом. Какие планы у Совета молодых педагогов до? Сейчас, естественно, ежегодная акция, которую проводит Совет молодых педагогов «Благодарим за жизнь», посвященная датам победы в Великой Отечественной войне. Мы ее проводим уже третий год подряд. Она становится все больше и больше. Теперь мы уже привлекаем и школьников к нашей акции, так как многие педагоги еще являются и руководителями школьных детских общественных организаций. Поэтому у нас уже такая вот единая большая акция. Помимо этого, конечно же, участие вне молодежи ежегодно. Мы тоже проводим акцию, связанную непосредственно с педагогами, с педагогическим сообществом, с детьми. Я думаю, что этот год тоже не будет исключением. Хочется, чтобы молодые педагоги проявляли больше активности. Да, и приходили в школу непосредственно работать. Надеюсь, предстоящие события вам в этом помогут. А я напоминаю, что вы смотрели информационную программу «Семь минут». И Леонор Меенкова и Мария Викулова рассказывали вам о новой смене на Всероссийском форуме «Селигер-2013» «Учитель будущего». До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok